Шерлок Холмс и доктор Ватсон Мы с вами круглые идиоты Ух ты! Это гениально Холмс! Как вы догадались? Похарендарю вас! Вы знаете, что это такое? Я видел такие штуки в райпарке! И ваше дело, где это взял? Кто из нас сыщет, в конце концов? Мы не поздравили с новым годом профессора Мариорти! Вот вы поздравили его? Я? Да! Нет! Это значит, что у вас склероз! А вы поздравили? Я? Да! Нет! А это что значит? А это значит, что вы мне не напомнили, потому что у вас склероз! Ну, но он нас тоже, между прочим, не поздравит! Вы забываетесь, Ватсон! Он профессор, а не какой-то докторишка! Мы, между прочим, первые должны поздравить, были старшего поздравить! Неудобно как-то! Ну, что неудобно, Холмс? Ботинки жмут неудобно! О, спасибо, миссис Харс! Вы нам на сегодня больше не нужны! А-а-а! Но вернемся к Мариорти! Чтобы загладить эту досадную оплошность, мы должны его убить! Ну, и как мы его убьем, Холмс? Ха-ха-ха! Мы сделаем ему смертельный подарок! И пошлем его по почте! Ха-ха-ха! Что пошлем? Вот эту открытку! М-м-м! Этот текст уложит его наполам! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Почитайте! Фу! Холмс! Как же вам не стыдно! Ну, кстати, слово «козел» пишется через букву «О»! Как вы, еще живы? М-м! Не сработало! Да, конечно! Вы же толстокожий мужлан! А на реакции, интеллигентный, ранимый маньяк и убийца! Ха-ха-ха! А него должно сработать! Хо! Ну, где вы только научились этим словам? Боксфордиваться! Дайте я проверю! А, да! Хе-хе! Что? А? Ай! Мерзавец! Негодяй! Папа! Папа! Холмс! Что с вами? Вам плохо? Ой! Ой, плохо! Мне плохо! Ой, плохо! Нет! 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 Этот план никуда не годится! Чего, Холмс? Мариарти не умеет читать! Холмс! Холмс! А давайте пойдем к морярке, Косте! А зачем? А мы тихо войдем, резко вздохнем так, ну, и убежим! Там же без воздуха чудовище задыхнется! Нет! 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 Это очень жестоко! У меня есть другой план! Мы пожрем ему отравленный календарь! Ха-ха-ха! Отравленный ядом яйца курары! Мне его подарили в Тибете, чтоб я больше туда не ездил! Мариарти делает вот так, потом вот так, и 24 января он умрет! Что-то яд не действует! Этот Дилай-Лама меня надул! Яд совершенно не действует! Джемплеманы, к вам пришел Микки Моу! Ой, простите, Санта-Клаус! Ой! Спасибо, спасибо! 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 Хе-хе-хе-хе-хе! Э-э-э... Целую щечку на профессор М! О! Профессор М, да! По этому бычку! Мало ли у меня поклонников в академических руках! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! 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 Что вы это могли знать? Это значит, э... Э-э... Что нам подарили часы! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Частые часы! Это был... Будильник! Хе-хе-хе-хе-хе! С тех пор Шерлок Холмс поручал открывать подарки только миссис Хадсон. А еду, которую приготовила миссис Хадсон, сначала давал попробовать доктору Ватсону. А лекарство, которое выпитывал доктор Ватсон, отправлял профессору Мариарти. Миссис Хадсон, что там за шум? Мистер Холмс, пришли собирать пожертвования на строительство нового бассейна. Ну, дайте им два. О-о-о! Три! О-о-о! Нет, четыре ведра воды! Ватсон! А? Хотите, я покажу вам карточный фокус? Нет. Хорошо, тогда выберите карту. Благодарю вас, не надо, Холмс. Э, Ватсон, вам понравится. Вы берете любую карту, и я ее отгадываю. Любую? Любую. Любой масти. Любой масти? Да. Давайте. Сейчас я вам покажу. Давайте. Пожалуйста. Дайте мне пикового туда. Ватсон, вы выбираете из колоды любую карту, понимаете? Из колоды? Из колодок. А, ну так бы и сказали, из колодок. Так, так. Берите любую карту. Так. Так. Любую. 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 И я вам ее назову. И я... Любую. Любую, да. Пятерка червей. Вы так и думали, Холмс. Да, 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 да. Гениально. Вы знаете, что я умею показывать карточные фокусы, а? Да. Вы говорили. Что я еще говорил? Что вы угадаете. Я вам могу назвать любую карту, любой масти, которую вы выберете из колоды. Ага. Из колоды. Но мне не должны показывать. Хорошо. Вы мне ее не показываете. Не показываю. Правильно. Договорились? Договорились. Мне не показывать. И... Не показываю. Любую. И вам не показывают? Да. Не показывают? Пошел. Раз, два, три. Вы выбрали четверку пик. Да. Что? Ну, вы выбрали четверку пик. Ну, откуда я знаю? Я же не видел. Да вы что, ее не смотрели? Вы же и не говорили. Вы опять все испортили, Ватсон. А-а-а! 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 Марфин. Что? Вы знаете, что я умею показать любой фокус? Понимаете? Вы говорили, да. Правильно? Правильно. Выбираем. Любую. Любую. Любой мастер. Любой мастер. Но мне не показывать. Понятно? Выбирайте. Не показывай, да? Не показывай. Выбрали. Выбрал. Внимание. Раз, два, три. Четвертый пик. А-а-а! Пятерка червей. Вы что, не положили в колоду? А-а-а! Вы мне не сказали колоду! Вы знаете, что я очень люблю показывать фокус? Я должен выбрать любую карту из колоды. Дайте. Любую. Любой мастер. И запомнить внимательно. И положить обратно. И вы не угадаете. Четверка, Бубн. Да. Да. Да! 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 Я знаю, Холмс, я веру левую карту. А, запоминая ее и кладу левую колоду. Правильно, Ватсон? Вот. И вы ее обязательно, обязательно угадаете. Конечно, Ватсон. Это крестовый валет. Ой, ой, какой вы холдогадный. Вы настоящий, настоящий дедиктиль. И отныне Ватсон никогда не спорил с Шерлоком Холмсом. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Холл, пропал капитан Куф. Ух ты, Куф, но это же случилось сто лет назад. Что? Сто лет? Вот видите, Ватсон, насколько англичане медлительны народ. Мне только вчера об этом сообщили. Ведь Мяга, наверное, уже отчаялся. Нюльич, тут не обошлось без профессора Вариарти, я уверен. Теперь вы поняли все, Ватсон? Нет, Холл! А, черт подери! Следы капитана ведут в Африку! О, смотрите! Вот они! Нет, вот-вот! А, ну это же собачьи следы, Холл! Нет, это следы капитана Кука, у которого пились ноги. Девочки, волками, Ватсон, вы что не знаете? В Африке волканул дикой. Особенно капитанские или докторские. Дамочка. Нам нужно найти капитана Кука! Нельзя терять ни минуты! Кука! 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 На черном континенте есть один способ найти капитана. Нужно найти майора и оторвать у него звездочку. Не хочу расстраивать вас, Холл! Но мы не на черном, мы на белом континенте! Вы меня уже отстроили, Ватсон! Не лезь, ты не в свое дело! Холл! Давайте развить его в костер, а то мороз усиливается! В Африке нельзя разводить костри! Ставанна может вспыхнуть! Ты в Африке? Откуда сейчас делаем медведи? Нет! 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 Это белый медведь! Это фигмей! Мороший бог! Да? Ай-ай-ай, сверки! Где? Это был бархан! Видите, утонул! Твои елочки откуда? От верблюда! Это не елки, это пальмы! Листья под землей, а корни снаружи! А почему? От верблюда спрятались, я что-то! Не мешайте все время цепляться по делочам! Я их прекрасно ориентируюсь в любых условиях! А найти какую-то Африку, это раз плюнуть в мариарке в кофе! Где этот кука? Кука! 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 Приходи! Что он прятится? Ты нашел время играться! Того и гляди, получишь солнечный удар! Нет, Холмс, это все-таки полюс! Это была сосулька! Нет, это Африка! Это кусок белого солнца пустынь! Я не верю своим ушам, Холмс! Потому что они у меня отмерзли! Поэтому я им не верю! А зачем вам уши, когда у вас есть компас? Это не компас, Холмс! Это бюгер! Не лезьте в навигацию своим медицинским пинцетом! Лучше подержитесь север! А то кто-то его все время таскает с места на место! Кука! 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 Мы тебя спасем! Кука! 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 Что наша экспедиция провалилась! Это же прорубь! Ничего подобного! Это мираж! Видите, сколько в айдесе воды! А-а-а-а! Смотрите вас там! Какая трагедия! Капитана Кука съел профессор Мариарти! Видите его скелет? Профессор Мариарти! Капитана Кука! Это очень важная улика! Это говорит о том, что капитан Кук где-то рядом! Надо сделать декиша! Папсан! Пойдем! Кука! 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 А мне кажется, что не следовало начинать экспедицию в понедельник! Да, я совсем забыл, что в понедельник у Мариарти рыбный день! Мариарти рыбный день! Простите, доктор Ватсон, вы не скажете, где сейчас находятся великие сыщики перемен и народных? На Бейкер-стрит, у себя дома, мистер Хлоп. Доктор Ватсон, слесаря вызывали? Нет, мистер Хлоп. А что, слесарь пришел? Это, наверное, миссис Катсон вызвала. У нее на кухне протекла дыра. Подло, кишень, кто протекла, нет. Катсон, вы заметили, как не умеют ливоплощать? Нет, Хлоп, не заметил. А как вы это умеете? Да, Ватсон, вы заметили, как я потрясающе вхожу в образ? Во мне умер дне, мистер, нет. Во мне целое классище, великий хостер. Ух ты, как интересно, Хлоп. А от чего они умерли? От жабы, Ватсон. Их всех задавила жаба, когда они увидели мое мастерство. О, хотите, я вам покажу небольшой пиццер. Конечно, Хлоп. Тогда смотрите, я сейчас выйду и перевоплощусь в миссис Хатсон. Ух ты, грандиозно ком. Почти как настоящая миссис Хатсон. Только вам нужно еще немножечко поработать над физиономией. У настоящей миссис Хатсон физиономия еще отвратительней. А я пошутил. Видно, один из актеров, которые во мне умерли, был комедиантом. Боется. Хотя и в серьезных ролях мне тоже нет равных. Хотите, я для вас играю. О, инспектор Лестреда. Конечно. Только если это не боль. Искусство требует жертв. И сегодня выбор полного. Вам понравилось, Ватсон. Да, я так и знал. Этот и чуд называется инспектор Лестред бросается из засады и... Не правда ли похоже, а? Просто не отличит. Ха-ха-ха. Это еще что? Я могу замахливаться под ужасного профессора Мариарти. Да-да. Да так, что даже он не отличит меня от себя. Не может этого быть. Одну минуточку. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ух ты! Это удивительно, Ход. Чудовище как настоящее. Если бы я знал, что это не вы, я бы никогда не подумал, что это вы. Но иди наоборот. Господи, Ватсон, никак не могу найти Мариарти. Вы его не видели? А вы? А-а-а! А-а-а! Вы видели, Ватсон? Кого? Кого? Криф? Нет, Мариарти. Мариарти. Видел, Ход, видел. Это удивительно. Как же вам так далось? А-а-а! А-а-а! Мариарти был настоящий! Кому вы это рассказываете, Ход? Я старый театрал. У настоящего Мариарти на три борода в не больше. Нет, вам нужно еще поработать. Ну, подмотрите, подмотрите, ну, какой это Мариарти. У настоящего Мариарти руки по локоть в крови. А у этого, что у этого только кончики пальцев. Не верю, Ход. Не верю. Не-не-не. Ну, работа, конечно, хорошая. Но все равно нужно еще чуть-чуть поработать на дом. Ход, Ход, это я. А это настоящий Мариарти. Ход, ну где вы видели такого Ход? Где ваша скрипка, ваша трубка и ваша бас? Ход, когда вы изображаете Ход, голову нужно поддерживать чуть-чуть руками и на пеклее. И меньше, меньше интеллекта. Во мне умер и хикий режиссер Холм. Жаль только, я не знаю, где его могилка. Эх, если бы я не зарыл своего таланта пипетку, я бы вам показал сейчас, где Шекспиры зимуют. Но ничего, я еще кое-что могу. Вот так умирает Ленок. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ватсон, так каждый доктор умеет. А вот вы могли бы изобретить старый добрый английский стул. Что? Старый добрый стул? Да. С гнутой спинкой. С гнутой спинкой. Слабо. Раз плюнуть. Чистый сыщик. Пока я жив. Хе-хе-хе. Ватсон, вам плохо. Не мешайте, я вкажу в образ. Я вкреischen lassen. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот так это и завод! Обворовать меня! Самоприличательное из всех обворованных сыщиков! Какие нахлы! В редкие часы досуга гениальный сыщик Шерлок Холмс тратил на совершенствование своего мастерства. Он непрерывно оттачивал, шлифовал, а иногда даже полировал прославленный дедуктивный метод. Он самозабвенно отдавался этому занятию всей душой, абсолютно не замечая при этом, что делает тело. Эй, Ватсон, вы сказали об этом космарном преступлении в китайском квартале! Нет, Хофф, я тоже не слыхал! Но вы знаете, что сегодня в китайском квартале мафия раздает квартальную премию! Мы должны попасть под раздачу! Вы думаете, нам тоже дадут? О, еще как дадут! Вам особенно, Ватсон! Но у меня есть плату! В китайский квартал мы должны пойти полностью замаскировавшись! Это гениально, Хофф! А давайте пойдем задом наперед! Со спины вы вылитый китай! Нет, этого недостаточно! Нет! Чтобы нас никто не обидел в китайском квартале, нужно вооружиться до зубов! Китайцы очень гостеприимный народ! И поэтому, когда они видят человека, вооруженного до зубов, они ни в чем не могут ему отказать! И именно до зубов, Ватсон! Да! А не так, как в прошлый раз, когда мы с вами вооружились до пояса! Ну-ка, находили в мексиканский квартал! Вы помните, чем это закончилось? Да, Хофф! Нам тогда набили морду! Ватсон, лицо! Вы же джентльмен! Нет, Хофф! Я ведь потом смотрел в зеркало! Клянусь, это была морда! Перестаньте болтать, Ватсон! Через час китайский квартал закроется на обед! Мы не успеем! Давайте вооружаться! Это мне! Это мне! Это мне! Это мне! Это мне! Дайте мне что-нибудь! Что? А, вот вам рупор! Но зачем мне рупор? Ай, как? Будете в него кричать? Сдавайтесь, вы окружены! Помогите! А вы, Хофф! А я буду вас прикрывать вот этой крышкой! А дайте мне! Это мне! Это мое! Это мое! Это я первый увидел! Дайте сюда! Дайте мне уметь этим обращаться! Поймите, Ватсон, все оружие нужно спрятать на себе! Понимаете, мы не можем прийти к мирным людям с оружием в руках! Ни в коем случае! Руки должны быть свободны! Да, и мне будет удобно душить врага! А что это, Хофф? Дайте сюда! Дайте сюда! Это, это мое изобретение! Граната-бумеранг! Два года не могу ее выбросить! Возьмите себе! Она вам пригодится! Надо проверить, чтобы ничего не звенело! Правильно, Хофф! В китайском квартале очень тихо! Да! И когда начнется драка! Да! Вот это! Может нас выдать! Проверим? Проверим, Хофф! И! Что-то у вас звенит, правом кармане! Это у меня опять с шиллингом, Хофф! Дайте сюда! Дайте сюда! Жадность вас погубит! Ватсер, вы только раз ему об этом говорите! Проверим еще раз! И! Стоп, стоп, стоп! Подожди, что это у меня звенит? Где? Вот здесь, правом кармане! А, э-э-э! Это граната, Хофф! Так выкиньте ее, зачем она вам нужна? Проверим еще раз! И! Э-э-э! Я выйду, выкинули, Хофф! Почему, Ватсон? Потому что это граната, Гумеран! Ну и что? И она возвращается! А-а-а! Ватсон! Что? А-а-а! А-а-а! Ватсон, это потрясающе! Мы пойдем с вами в Негритянский квартал! Там случаются забавные преступления! Хе-хе-хе-хе-хе! Но в этот злосчастный день Шерлот Холмс и доктор Ватсон так и не попали в Негритянский квартал. Потому что по дороге они заскочили в русский ресторан. Мистер Холмс вспомнил, что он давно не видел пляшущих человечек. Вы знаете, Ватсон, я практически не уязвим. Как не уязвим? Практически. И давно это с вами случилось, Холмс? Что? Ну это, это, я-е-е-е, я-то думаю, откуда у вас это? Ватсон, потому что я изнуряю себя тренировками. А вас может зарезать любой ребенок. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А зачем ребенка у меня резать, Холмс? Потому что ребенок хулиган. Вы что, не знаете, какие в Англии дети? Но со мной этот номер у них не пройдет, нет. Я владею приемами борицу. А я Холмс! А вы не владеете, потому что на двоих приемов не хватит. Вам ясно? Нет, а ясно, Холмс? Ну ребенок же об этом не знает. Эх ты, Ватсон! Ну, он не должен знать, поймите. Весь секрет борьбы борится в неожиданности, понимаете? Я вам сейчас продемонстрирую. Сейчас, смотрите внимательно. Ватсон, вы сейчас попытаетесь меня неожиданно ударить? Ватсон! Что? А вы зачем меня ударили без команды? Ну как же, Холмс? Вы же сами сказали, что весь секрет в неожиданности. Это мой секрет! Вы не смеете, не смеете воровать мой секрет! Ватсон! Что? Сейчас вы по моей команде попробуете меня ударить. Ну я уже пробовал, Холмс! Получается! Так что можно больше не пробовать! Можно сразу пить! Нет! То есть да, но по моей команде! Ну что, Холмс, вы сами попросили! А где это вы так и спать-ка? Где? Ватсон! Что, Холмс? Вы меня отвлекли! Вы знаете, что во время борьбы Борицу отвлекаться нельзя? Зарубите себя на носу! Борьба Борицу очень сложна! Если всякий дурак будет отвлекать, то ничего не получится! Кстати, о дураках! Зарубите себя на носу! Борьба Борьба Борица! Холмс, ну я же доктор! Топор у меня всегда с собой! Чтобы вы поняли всю силу Борицу, вы должны ударить меня топором по голове. Холл, ну я же могу вас убить. Да? О, я как-то не подумал об этом. Ах, топор это ерунда. Дайте сюда. Эй! В отличие от некоторых, я могу чувствовать смертельную опасность спиной. Да. О, у вас есть кирпич? Холл, я же доктор. Конечно, у меня есть кирпич. Прекрасно. Вы сейчас подкрадёте сзади и неожиданно ударите меня кирпичом. Ух ты, как интересно. А по голове или в грудь? Ватсон, по-вашему что, сзади есть грудь? О, я же доктор. Откуда вы же я знаете? Так, внимание, попробуем. Я стою здесь. Вы стоите здесь. Так, внимание, приготовим. Вот здесь размер. Так, внимание. Вы, значит, подкрадываетесь ко мне. А я вас не вижу. И вы, значит, подошли. И только по моей команде, как только я скажу. Ватсон, по моей команде. Вы неожиданно введёте меня кирпичом по голове. Поняли? Понял. Так, начнём. Вы готовы? Готов. Ну, где вы, Ватсон? Я здесь, Холм. Ватсон, вы, идиот. Я просил вас ударить меня сзади. Так я же и ударил вас сзади. Но когда я вас просил, это было спереди. Но ведь когда я ударил, это было уже сзади. Холмс, разве что-то не так? Так, так давайте я ещё раз повторю. Эй, не надо. В борьбе бориться нельзя ничего повторять. Нужно всё время импровизировать. Понимаете? Нет, Холмс. Мне это легко. У меня мгновенная реакция. Она, даже не поверите, спасает меня от пули. О, кстати, у вас есть пистолет? Нет, Холмс. Хе-хе-хе. А ещё доктор. Держите. А теперь... Стремяйте у меня. Ну, так он же не заряжен. Правильно. Это хитрость, Ватсон. А хитрость это самый первый приём в борицу. Теперь вы убедились, что я совершенно не уязвим. Но, с другой стороны, в руках мастера борицу любой предмет может быть смертельно опасным. Да, я могу убить чем угодно, даже простой тарелкой. Получилось. С тех пор Шерлок Холмс перестал делиться своими производственными секретами. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... С возрастом у Шерлока Холмса стал появляться склероз. Продолжение следует... 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 Как ваша фамилия? Забыл. А ваша холм? С того дня склероз навсегда покинул автора дедуктивного метода. Его место занял Мараз. Шерлок Холмс и доктор Ватсон привыкли выручать друг друга в трудную минуту. Хотя давно уже отвыкли от трудных минут. Вы знаете, Ватсон? Что? Благодаря нашим с вами усилиям, уровень преступности в Лондоне стал ужасно низким. Да ведь это замечательно, Холмс. Ведь это говорит о том, что у нас в Лондоне нет преступников. Нет. Это говорит о том, что у нас с вами нет работы. Я. Я великий сыщик, гурман. Не ел три дня. Холмс. Может быть, у вас испортился рот? Нет, Ватсон. У нас кончились деньги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, ну, ну вы же сами сказали не называть имена. Вы что, ничего не соображаете? Дайте, дайте сюда только не умеете и нирить. Учитесь, пока я живу. Понятно. Набираем номер. Алло, алло. Это китайская разведка? А, ай, ай. А, да, да. Вам не нужны секреты английской разведки? А, нужны. А сколько вы заплатите? Не, 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 еще нолик. А, спасибо. Хорошо. Алло, это английская разведка? О, да, 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 да. У вас есть секреты? Говорит неизвестный с Беккер-стрит. Продайте секреты китайской разведки. 10% эвисионных мы. Вот сам. Я при деньгах. Да. Нет. Вот как раз мы при деньгах. И не надейтесь, мы их спрячем в шкатулку на камине. Так. Хом, а когда нас не будет дома? Ну, сегодня вечером. Сегодня вечером? Не за что, не за что. Всего доброго. С тем это вы говорите? С профессором Марьяки. Вы что, с ума сошли? Ватсон. Ну, Холлс, мы же сами сказали, чем больше преступлений, тем у нас больше денег. С тем это вы говорите, чем больше преступлений. Мариарти, это, говорю тебе я, самый красивый, знаменитый и богатый сыщик всех времен и народов. С тех пор Шерлок Холлс никого не подпускал в телефон и даже отрезал провод и уши доктору Ватсона. Миссис Харсон. Что это за душераздирающие крики? Это из Скотланд-Ярда вам прислали медвежий капкан. А, так несите его сюда. Не могу. В нем инспектор Лейстрейд. По воскресеньям Шерлок Холлс и доктор Ватсон любили поохотиться на профессора Мариарти в гайд-парке. А-а-а-а! А-а-а! Вы видели последние слотки происшествий по Лондону? А-а-а! Что? Что вы говорите, Холлс? Неужели в Лондоне еще бывают происшествия? Так. Вы что, с луны и свалились? Э-э, кстати, испачкаюсь. Появился Мобс-убийца. Он уже убил пять человек и двух полицейских. Этот Мобс появляется ночью. Кррррр. Ууу! Достает свой крючковатый хвост, подползает в церковь и бьет ее по голове. Па-а-а! Свет наступает мгновенно из-за таких полного недоумения. Это чем-то напоминает мне собаку Баскервей Только размер, милатсон Но собака Баскервей больше в 10 раз И прыгает в тело изговора Вот так Я припоминаю, Холм Припоминаю Страшно А мне нет А вы-вы-вы Знаете, Ватсон, что появился в Мертвецком заповеднике Забрезубый скунс Вот он такой страшный Он камнем бросается с дерева на жертву И вслед за камнем бросается сам Было 15 жертв И погиб один доктор Нет, два Уже два Меня всегда пугал Разнообразием Животный мир Андрей А вы знаете, Ватсон А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А когда началась паника на лондонской бирже? Когда профессор Мариальки вывел кистебярого бедуида? А куда он его вывел? На лондонскую биржу. А бедуин за день загрыз 50 клерков. И погиб один доктор. Уже четвертый доктор. За одну ночь. А вы помните, Холмс? Как в Ливерпуле появился донный сухогрыз? А, который ушами ломал хребет лошадей? Да, я помню. А так вот, раз, и нету лошадей. А вы секси? Когда появилось сразу два монстра. Да, курочка Эму и страусляба. А потом появился серпый бычий. А потом появилась кровожадная лань. А потом был поклад и многотвал, который пьелся в волосы. По всей Англии били лысей беженцы. Он всех переплюнул. Чешуйчатый стержень. Вы помните, как он всех переплюнул? И исчез. Вот так. Нет, вот так. Нет, вот так. Нет, вот так. А-а-а! А кто это? Это лось доктора Еду. Стреляем одновременно. А-а-а! Вы все испортили, Ватсон. Кто теперь будет нам загонять в Мариарти и готовить овсянку? Опять из-за нас продают простые люди. С тех пор Шерлок Холмс увлекся ловлей профессора Фрейда. Естественно, на живца. В выходные дни Шерлок Холмс и доктор Ватсон охотились на профессора Мариарти не в душной квартире на Бейкер-стрит, а на свежем воздухе в гайд-парке. Эх! В прошлый раз чудовище было почти у нас в руках. Это когда мы пили с ним чай? Да! Но в критический момент вы уронили ложечку, а потом текст, а потом чашку. Холмс! Ну вы же вообще стол опрокинули! Я, я хотел его отвлечь, потому что Мариарти что-то заподозрил. А что он заподозрил? Он заподозрил, что вы трансвистит. Как он догадался, Холмс? Да это у вас на лбу написано. Посмотрите, уже не видно, Холмс! Не расстраивайтесь, Холмс! Зато я просадил Мариарти на хлястик большое жирное пятно! А должны были просадить самого Мариарти! Он так быстро скрылся, что я не успел сказать ему, что он арисован! Ну так надо было сразу сказать, Холмс! Тогда бы он сразу скрылся! Поймите, Мариарти очень четвертый! Мы все время ловим его на хитрость! Но мы забываем, что Мариарти еще и жаден! Мы поймаем его на жадность! У меня есть потрясающий пласт! Какой, Холмс? А, так я вам и сказал! Узнаете из газет! Ух ты, как интересно! Я нашел, Холмс! В Италии обнаружили кривую башню! Это вы поставили, Холмс, идеально! Мариарти будет проходить под башней! Она как! Бах! Ненавижу Баха! Не докторимся! Потому что вы никогда не дослушаете до конца! Хотя, кстати, я без вас все равно не обойдусь! У вас есть пять фунтов? Есть, Холмс! Давайте сюда! Дайте сюда! Я сам посчитаю! А, Мариарти сюда! Чую деньги! Своим денежным чуем! Мы положим деньги на другую! А с вами спрячемся! Мариарти придет! Мы его раз! А! И арестуем! А! За что, Холмс? Батсон! Вы меня удивляете! Чтобы был человек, и не за что было арестовать! В моей практике такового не случалось! Мы его арестуем за ограбление дороги! Арестуем! Смажем тюртем! Вывалием в перьях! Зачем? Ватсон! Ватсон! Так положено по закону об аресте Мариартии! В парламент сельщий нужно ходить! А! Что? Что? Стой! 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 Кто вы еще едет? Немедленно посмотрите, где Мариарти? Стой! 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 Какая у нас чертовски расточительная страна! Деньги валяются прямо на дороге! Смажем! Смажем! Не удивительно, что мы потеряли колонию! Смажем! 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 А где деньги? Смажем! 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 Какие деньги? А-а-а! Вы упустили деньги! Вы опять же испартили! А-а-а! Ну ничего! Попробуем еще раз! У вас есть еще кошелек? Есть! Дайте его сюда! Дайте сюда! Мариарти Чертовский жаден! Дайте сюда! Дайте сюда! Мы привяжем к нему веревочку! К кому? К Мариарти! К кошельку! А-а-а! Как мы его вывожем в дегте! Вы вываляем в перьях! А зачем мне кошелек в перьях? Пацан! Вы задаете слишком много вопросов! И получаете очень много ответов! Держите, конечно, веревочки! Берем кошелек! Придерживаем веревочку! И бросаем на дорогу! Вот так! А теперь будете тянуть! А вы! А-а-а! А я пойду посмотрю! Не идет ли Мариарти! Я вам больше не доверяй! А-а-а! 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 В кошельке были все мои сбережения! Нет, не все! А часы? Ну-ка, дайте сюда! Дайте сюда! Они мне нужны для борьбы с преступностью! Ну, а как я буду узнавать время? Будете ходить в Биг Бенду смотреть на кукушку? А-а-а! 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 В кровью не мимоубиенный! Золотые часы его устроят! У меня серебряные часы! А-а-а! Это возмутительно, Ватсон! Вы что, не могли купить золотые? Теперь придется Мариальке вернуть разницу! А-а-а! Вы все испортили, Ватсон! Зря я точил йога-типерья! А у вас деньги еще есть? А-а-а! Но у меня остался последний Бен! Дайте сюда! Я пожертвую его приют для нищих докторов и слабоумных собак! Нет! Нет! Господь мне самому нужен! Дайте сюда, Ватсон! Я знал, что вы настоящий английский золот! Вам жалко одного пенса! Для несчастных галкующих сирот! Я все расскажу королеве! Да-да-да-да-да-да-да! И она вас лишит пинцета! За жадность! Хом! Смотрите! Смотрите! Не заговаривайте мне глаза! Смотрите! Косречек! А-а-а! Ватсон! Я понял! Мы зря его ловили на жадность! Надо было ловить его на тщеславие или на тельвичка. В центре Лондона поте лица трудился самый проницательный и наблюдательный сыщик всех времен и народов. Холмс! Да, Вапша? Холмс, Кулинах, Холмс! Вы знаете, Холмс, послушайте меня внимательно! Да я вас... Только что со мной произошла совершенно удивительная история. Да? А что случилось? Как, Холмс, и вы не догадываетесь? Нет, совершенно не догадываетесь. А что случилось? Что же, вы ничего во мне необычного не замечаете? А, у вас нет носового платка, вы его забыли. Откуда вы знаете, Холмс? А я вас его украл, у меня лежит на камине. Да, я всегда знал, что вы гений, Холмс, это совершенно удивительно. Ну, посмотрите, неужели вы не видите во мне ничего удивительного? Ну, что здесь необычного? Неужели вот это нужно поднимать столько шуму из-за оторванной пуговиц? Я вам удивляюсь. Ну, вы знаете, завтра же с вами может произойти совершенно аналогичная история. Ну, отдам мисс Хадсон, пусть она пришьет. Если, знаете ли, до этого, в Мариарте не пришьет вас. Да, да, Холмс. Да, как это вы странные сегодня. Ну, посмотрите же, Холмс, на меня же покушались. Вы посмотрите, что они со мной сделали, Холмс. А, вот оно что! Вот именно, именно, разве незаметно большая дыра в моем цилиндре? Но на вас же нет цилиндра. Ну, конечно, нет, правильно, потому что его унесло ветром. И я же держал его в левой руке. Пуля, между прочим, прошла в сантиметре от моего сердца. А, вот оно что! Все, Холмс, все! Игра окончена! Да? Вы проиграли, Холмс! Сейчас я упаду и начну истекать кровь. Это я вам, как доктор, говорю Холмс. Отпустите за меня! Только жестоко-прежестоко отпустите. Хорошо? А потом расскажете. Вот оно что! История пропажи шести столовых ножей из постели бундербургского посланника начинает проясняться. Молодец, Ватсон! У нас гадка где-то рядом. Спинным мозгом чувствую. Один нож найден. А где же остальные пять? Вот так Ватсону удавалось помочь Холмсу в раскрытии преступлений. Как всякий гений, Шерлок Холмс страдал сильной экстравагантностью, низкой толерантностью и повышенным уровнем сквернословия. Матсон! Что, мистер Холмс, почему мы живем так однообразно? Надо что-то менять в жизни. Нет, мы ничего не покупаем и ничего не продаем. А давайте купим собаку и продадим вас, Холмс. Эх, Матсон, нужно менять по-крупному. Давайте обменяемся с сюртучками. А еще лучше давайте поменяемся креслами. Я сяду в ваше, а вы в мое. Зачем, Холмс? Мне тут удобно. Я тут привык. Привычка, врат прогресса. А ну, немецко пересаживайтесь. Давайте, старина! Эх ты, не темпляйтесь с когтями, докторишка! Нельзя быть таким костным артодоксом! Пересаживайте! Холмс, я не парадокс! Я всегда сидел здесь, а вы там. В Англии же ничего нельзя менять, потому что могут же арестовать за вольнодумство и кресло ложества. А вы знаете, тем, кто сидит у окна, парламент приплачивает 10 фунтов. А где это написано, Холмс? Ээээ... А, вот! Драка в Оспарте! Профессору скормили манишку! Никогда не думал, что этот доктор умеет читать. А давайте поменяем место. Я, например, буду стоять у вас за спиной. Холмс, Холмс! Ну, так же неудобно разговаривать! Вы где? По-моему, очень удобно, Ватсон. Между прочим, наши утёные доказали, что уши слышат лучше, если их развернуть назад. Последний раз предлагаю пересесть. Хорошо, что вы меня уговорили. А то я действительно здесь засиделся. Прекрасно, Ватсон. На новом месте вы видите мир новыми глазами. А старые можете выбросить. Холмс, что-то мне в спину щекотно. Посмотрите, что там. Опять ваши уловки, Ватсон. Ладно, поверитесь. Патсон, посмотрите, как вам это понравится! Какой человек этот Мариарти обещал благородно всадить мне пулю в сердце через окно, а всадил нож в спину через дверь. И почему-то мне! Как я вам сочувствую, дружище! Но все-таки я вас пересижу! А если Мариарти сдержит слово и выстрелит через окно, Ватсон, чёрт побери! Ну, вам же все равно! Пулькой больше, пулькой меньше! Ну, садитесь сюда, ну, посмотрите! Здесь же не дует! И тут Шерлока Хоулса бронзила догадка. Причём это была отравленная догадка, подло подложенная бесчестным профессором Мариарти. Любовь к музыке, личная скромность и страсть к дешёвым театральным эффектам всегда выручали Шерлока Хоулса в трудные годы. Тсс! Ватсон! Мне кто-то звонил! Нет, Хоулс! Уже лет восемь никто не звонит! Отчёт! Телефон молчит, как Гукинот на допросе! Это омерзительно! Батсон, вы когда последний раз едет? На Новый год, мистер Хоулс! Ух! Обжора! А я всего лишь на Первое мая! Ух! Батсон! Нет работы! Чёрт подери! Вразнув в Данном Лондоне для сыщика с мировым именем нет работы! Ха-ха-ха! Фу! Свинство! А чем это объясняется, Хоулс? Я навёл справки, Ватсон! И оказывается, кто-то раскрывает преступления ещё до того, как они совершаются! И в результате я остался без работы, а вы без ремня! Почему? Потому что я сварю его себе на ужин! Ну-ка, снимайте быстро! Но, Хоулс, я не понимаю, кому это нужно, чтобы у меня упали брюки! Кому? Вы что, не поняли? М-м-м-м! Конечно же, Мариарти, мерзавец! Ну, дуршайку! Хоулс, но он же сам преступник! Как он может раскрывать преступления? В этом-то и загадка, Ватсон! Но ничего, я схвачу чудовище за руку и посажу в тюрьму! Я поймаю его на живца! Хо-хо-хо-хо! И знаете как? Я украду у вас кошелёк! Хо-хо-хо-хо! Зачем? Как вы не понимаете, Ватсон! Чудовище ривится раскрывать преступление и попадёт в просад! А просад! А-а-а! Я ему гарантирую! Хо-хо-хо! Гениальный банком! Только можно вместо кошелька вы украдёте куклу! Какая кукла, чёрт подери! Для этого нужен полноместный кошелётик! Итак, начнём! Ватсон, отвернитесь, я стесняюсь! А вы мне его потом отдадите, Холс! Да-да-да, получите через 25 лет! Но по английским законам улики отдаются через 25 лет! Очень просто! Да вообще, не морочите голову! Дайте мне сосредоточиться! Для меня же это в первый раз! Ха-ха-ха-ха! Закройте глаза, а то я стесняюсь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А-а-а! Что случилось, Ватсон? Наверное, преступление уже раскрыто! И вы в тюрьме! Быстро работает мерзавец! А-а-а! А-а-а! Ватсон! Срочно пишите дарственную на кошелёк! Ну, как вы не понимаете, я же с неё в тюрьме! Ой! Слышите, подёхайте, какой запах! Я уже начинаю гнить! Я уже наполовину сгнил! Пишите, доктор! Натя, Холмс! Что вы так нервничаете? А-а-а! Спасибо, доктор! Вот! Вы спасли мне жизнь, доктор! Ти-ти-ти-ти-ти-тим-ти-ти-тим! Всегда рад вам помочь! Хоп! Кстати, вы не могли бы вернуть мой кошелёк! Что? Да как вы? Да вы же мне сами только что подарили! У меня даже документ, между прочим, есть! Ну, как это, подоктор! Не подарить, а потом взять и от жадности отнять! А-а-а! Что вы о пустяках? Вы лучше подумайте о том, что подонок-то ещё не пойман! у меня есть план я сейчас украду у вас часы нет 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 лучше я у вас украду часы не листу вы друг мой это очень опасно только я у вас и мужика вы постоянно рискуете один я ведь тоже не трус лишь спустя пять лет мистер холмс и доктор ватсон по амнистии вернулись на бейкер-стрит к тому времени телефон уже починили и к холмсу снова стали звонить клиент и какая сырость ватсон я все время взял но вы знаете что это значит наверное то что вы зяблик холмс нет я протестант это значит что вы сейчас разожжете камин и нас окутает уют мы сядем в кресло пацан почему вы до сих пор не разожгли камин а чем же я его разожгу холмс спички же все утонули не беспокойтесь у меня есть ремень порох отсырел ладно надо все брать свои руки особенно вас я пойду ловлю рыбы дайте секунду давайте все деньги дайте сюда деньги зачем вам деньги на неопитаемом острове ух ты сколько бутылок наверное здесь раньше была аптека я принес почту оказывается вокруг нас гибнут люди это не можно удержаться а зачем вы меня ударили холмс возмутительно живучий доктор как зачем вы видите у меня нет гонга я подал сигнал к обеду вы же джентльмен ватсон кстати вы не пробовали фаршированного доктора с яблоками нет скоро попробуйте а что изменилось ватсон англия тоже остров а мы англичане на острове чувствуем себя как дома да кстати остров без парламента все равно что английский гимн без баяна вы должны сделать выбор и так ватсон вы за меня голосуйте конечно холмс я за вас тоже поздравляю с избранием парламент вы будете левый я как всегда правый итак начнем дебаты прекрасно ватсон у вас талант политика что это было холмс это упал уровень жизни а ватсон я разорен на острове нет преступности я самый великий сыщик в мире безработный все я завтра знаете что делаю я устрою демонстрацию перед парламентом потому что во всем виноваты вы левые нет холмс вы правые ай что нет левые ватсон только вы можете меня спасти ватсон станьте преступником я не могу я не могу я не справлюсь справитесь ватсон вы же левый доктор а это же двойное преступление я вас прошу спасите меня ватсон ну хорошо хорошо холмс а что я должен делать как что вскрываться прятаться вы что не видите что я вас почти уже растит а куда прятаться холмс ватсон у вас что есть богатый выбор а ну-ка немедленно в кабин я уже близко постарайтесь уйти через границу ватсон а ватсон ватсон я всегда говорил что только мы правые можем накормить корот нет холмс без нас левых у вас все равно ничего бы не получилось ерунда ватсон вы левые можете только обещать а сами никогда не прожаривайте с двух сторон только слева я и без нее шикар все если АПЛОДИСМЕНТЫ Хачат, вы вчера были в китайском ресторане? А откуда вы знаете, Хон? Вас принес китайцы, и в руках подержали кусок китайской стены. Как раз там, где была вывеска. Гениально, Холст! Меня действительно вызывали в китайский ресторан. Поставить банки в буфет. Ну, как вы сразу догадались? Поразительно! Это элементарно, Ватсон. О, кстати, вас завтра должны убить профессор Мариар. Ну, это-то вы откуда знаете, Холст? В газетах есть фотография вашего трупа. Да, инспектор Лестрет, как всегда, поторопился. Изумительно! Это очень просто, Ватсон. Нужно все время наблюдать. Все время запоминать самые мелкие детали. Я, между прочим, с первого раза запомнил даже вас. Я помню, Холст. Вы мгновенно догадались, что я вернулся из Индии. Вы говорили на хинги, носили сари и били за хобот слона. Я сопоставил все эти детали и понял. Только доктор может весь день сидеть на диване, заложив левую ногу за голову. Холст, здорово! Такого человека, как вы, нет во всей Англии. Пап, что? Откуда вы знаете? А я проверял подправочнику. Вы только один с такой странной фамилией. Пап, Пап, Ватсон, вы делаете поразительные успехи. Еще немного, и вы точно сделаете. Ну что вы, Холст? У меня никогда так не получится. Я же хирург, у меня глаз не тот, а второго вообще нету. Но я очень хотел бы научиться пользоваться вашим методом. Хе-хе, понимаете, я бы, конечно, вас потренировал, но это будет стоить 10 фунтов. Ну, ну это же очень дорого, Холст. Холст? Что? Дорого? Да я с мариарки беру 11, и чудовищно платит, потому что хочет меня убить. А я с него за это беру подороже. Ну ладно, я как с друга возьму 14 с половиной. Холст, а если я ничему не научусь, вы вернете мне деньги? Нет. И знаете почему? Потому что вы очень жадны, да? Гениально, Ватсон! Вы делаете поразительные успехи. А знаете, что это значит? Это значит, что я подниму цену. Ниже логики, Холст. Не все в этой жизни подается логике. Заманните, Ватсон. Это первое правило дедуктивного метода. А сейчас я научу вас рассуждать. Закройте глаза. Что это было, Холст? Давайте рассуждать, Ватсон. Итак, вы закрыли глаза, правильно? Да. Потом что-то ударило вас палкой по горе. В комнате находились только мы с вами. Так кто же ударил вас палкой по голове? Ну, думайте, думайте, Ватсон. Ну, ну, ну. Наверное, миссис Хатт. Потому что я задолжал ей за квартиру. Так, придется упростить задачу. Ватсон, откройте глаза. Кто это был? Вы ударили меня палкой по голове? Нет. Ну, тогда я не знаю. Ватсон. Преступник все время будет опираться. Он никогда не признает своей вины. Вы поняли, что я могу? А, так значит, все-таки вы ударили меня палкой по голове. Я? Нет. Значит, тогда все-таки миссис Хаттон. А! 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 А, Ватсон, показываю вам последний раз. Не надо. Я уже все понял. Тогда продолжим. Сейчас я вас научу за отдельную плату, как определить по простому предмету характер и профессию его хозяина. Миссис Хаттон, принесите с мусорника. Что угодно. Итак, приступим. Я бы сказал, что это очень нехороший человек. Нет. Это просто подонок. Хох. А как вы догадались, что он подон? Вот, Сан. Разве у порядочного человека может быть такой размер? При этом он глуп, жаден. Да. И страдает обжорством. Хох. Я все понимаю. Но как вы узнали про обжорство? А откуда у него взялся бы такой размер? А профессия он доктор. Почему это вы так решили, Хох? Только доктор может пойти и купить себе новые сапоги, вместо того, чтобы пойти и повеситься со стыда. Невероятно, Хох. Но это еще не все. Он беден и практически нищ. Но об этом вы как знали, Хох? Пацан, да вы знаете, сколько стоит сапоги такого размера при нынешней дороговизне? А? Не знаете. Зато я знаю на память цены более трехсот по стопам. Да. А что у нас незначительная деталь? Узнать, какому мерзавцу принадлежат эти сапоги, а? Мистер Холмс, эти сапоги принадлежат вам. Там внутри даже ваша фамилия написана, чтобы их не украл профессор Мариард. А, а что? Вы видите, Ватсон, что бывает с теми, кто не овладел? Дедуктивным методом. Поэтому сегодня мы продолжим занятие логикой. Чьи это были сапоги? Я понял, Хох. Это были сапоги миссис Хактон. Инспекторы Лейстрейда. Конан Тойя. Кого? Конан Варвара. Гарри Кона. Батсон. Да, Хох. А вы не знаете, почему нет известий о профессоре Мариаре? А самого профессора давненько не видно и не слышно. Подожрительная тишина, Ватсон. Последнюю открытку я получил от него месяц назад. А поздравительную? Нет, отравленную, Ватсон. Я обсасываюсь через пальцы, и человек умирает сразу. Через 15 минут. Подумай только, Хох. Какой злодей? Безнадежная затея. Да, Хох. Вы же не умеете читать. Нет, Ватсон. У меня нет пальцев. Я никогда не подам Мариарти руки. Ватсон, куда-то опаздываете. Нет, Хох. Наоборот. А, куда-то спешить. Нет, Хох. Мне и с вами хорошо. А, у вас не работают часы. Да. Сейчас в Англии никто не хочет работать. Не печайтесь, друг мой. У меня для вас есть подарок. Оп. Это часы с часовым механизмом. Но это естественно, Хох. Их писал Мариарти неделю назад. И не пытайтесь, Ватсон. Такое коварство, а? Это же часы-капкан. Они покрыты тонким слоем слюны тунгусского бабуина, а? От них невозможно отклеиться. Эй, какие убогие фантазии. Чтобы я, великий сыщик, попал на такой тишавый трюк. Не на того напал. Да, да, Хох. Совершенно не на того. Не волнуйтесь, взрыв состоится через 10 минут. Что вы все время ерзаете? У вас что, склероз? Заразились от Мариарти? Он в последнее время забывает меня уметь. Меня это очень беспокоит. Очень. Меня тоже. Вы ведь знаете, Холс, как я всегда за вас волнуюсь. Да, да, нервы у вас не к черту. Вы слишком много курите. Кур, я же не курю. Зря, Ваксон, зря. Курение успокаивает нервы. Вот видите, вы уже курите. А я нет. Весь Лондон знает, что я не курю. И только невежественный профессор Мариарти присылает мне эти отравленные сигары. Он пропитывает това каплями никотина. Одна затяжка убивает лошадь. Лошадь. В Англии все лошади бросили курить из-за этого мерзавца. Он думал, я тоже клюну на эту примитивную идею. Вы правы, Холмс. У Мариарти действительно в последнее время истощилась фантазия. А через сколько времени, вы говорите, умирает лошадка? Через 10 минут. Нет, доктора через 8, а не толще. Да, Мариарти дошел до своего потолка. Ах, он даже не пытается меня убить. Да, если бы я был на месте Мариарти, я бы придумал что-нибудь поинтереснее. Я бы прислал себе гроб. Я бы на месте Мариарти прислал себе ядовитую шляп. Ах, стиль печал внутри. Да, Холмс, это вы здорово придумали. Но Мариарти до этого никогда не додумается. Ты летал. А еще, Холмс, можно подарить вам шлезные штаны. Ха-ха-ха, глуповаться. В нашем климате они ржавеют. Если после этого положить вам на стул магнит, то вы прилипнете, не сможете встать и умрете от голода. Это слишком просто, Ватсон. Такой климатист мог придумать только умирающий дом. Чтобы поймать величайший род сыщиков всех времен и народов, нужно, чтобы ловко была, извращенно, замысловата и дьявольски хитра. Опять кошелечек. Ватсон! Что, Холмс? Вы заметили, это был мой кошелечек с динамитом. Мои уловки всегда срабатывают. Ха-ха-ха! А, это вы, Ватсон? Да, вечно вы путаетесь под ногами. Холмс, да, я давно хотел у вас спросить. Тихо, Ватсон, вечно вы задаете вопросы мне, когда я сижу в засаде. Из этого черного тумана и так ничего не видно, из себя ничего не видно, вообще ничего не видно. А мне видно, Холмс, мне все видно. Я вам буду рассказывать. Тихо, 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 фигбен. Тихо, ну, Ватсон, вы можете об этом кричать. Тише, вы спугнете его. Кого, Биг Бен? Ту, при Мариарте. Здравствуй, ужасного, некрасивого. Интересно, вы видите его? Какой он огромный, Холмс. Стремяйте, Ватсон, стремяйте. Да, это действительно был Биг Бен. Мистер Холмс, я давно хотел вас спросить. Ватсон, вы мне уже надоели. А вы видите Ватсон, какой Жадский туман. Какая мерзопакостная погода. Какая отвратительная наша работа. Холф, я давно хочу у вас спросить. Да плевать мне на ваши вопросы. Двадцать раз. Не нужно плеваться, Холф. И так достаточно сыра. Я вижу его, я вижу. Нет, нет. Это не Мориарти, Холф. Это же Тауэр. Я знал, что это Тауэр. Я выстрелил так, на всякий случай. Мистер Холмс, я давно хотела вас спросить. Это не Тауэр, Холмс. Это Кайпарт. Здравствуйте. Я-то думаю, что это там такое лохматое стоит. И трещит. А это кусты. Вы издеваетесь, Макс? Вы видите Мориарти, ребят? Честно скажите. Вы с туманкой, Холмс, в таком тумане? Конечно, вижу. Вон он стоит. А почему-то с одним глазом. Это не Мориарти, Холмс. Это не Мориарти. Это памятник адмиралу Нейсону. А теперь это памятник слепому коту Базирио. Вечности память неприятность. Я давно хотел вас спросить. А я давно не хочу вам ответить. А? Ну, я не знал, что так давно. А-а-а-а! А-а-а! 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 Это 74-й! Что вы толкаетесь, Холм? Что вы толкаетесь? А вы лучше следите за Мариарти! А как я теперь за ним последую, если я уронил трубу? А вы её поднимите! Как это интересно? Я её подниму! Возьмите руками и поднимите! Я, кстати, давно хотел вас спросить, почему мы сидим в засаде на воздушном шаре? А мы что, на воздушном шаре? Это... это же страшно неудобно, Холм! Знаешь, постоянно слышат свисты на место... С места на место... Прекратите, дилетант! Это удобно! Нам же сверху всё видно! А-а-а! Ты так и знай! А если мы поднимемся ещё выше, то мы увидим ещё больше! Надо сбросить баланс! Дай! На счёт три! Раз! Два! Три! А-а-а-а! А-а-а-а! Холм! Это же не баланс! Это мы-и-и-и-и! Это опять мы всё перепутали! И с вас, пацан, страдают простые люди! А как же они пострадают, Холм? Мы же на них упадем! Ватсон? Да, Холм? Вы знаете, я сегодня получил письмо на розовой бумаге. Вы знаете, что это значит? А? Ватсон! Делай, Ватсон, я вас не вижу. Вам написал его какой-нибудь дольтоник? Да хоть донтист, Ватсон! Главное, что это написал сам герцог Бекингем. Герцог написал письмо мне, простому сыщику всех времен и народа. Это же брат королевы! Знаете, что это значит? Это значит, что вы можете сказать теперь самой королеве, знаю я вашего брата! Это значит, что мы приглашены во дворец! Знаю! Откуда вы знаете? А вы мне только что сказали! А зачем вы туда приглашены? У герцога к нам дело государственной важности. Подробности он изложит в личной беседе. Как-то нас уже приглашал, епископ Кентемберийский. Тоже говорил, что дело идет о судьбах страны. А потом одолжил 50 пунктов и с концами. Так что давайте договоримся, Холмс. Больше десятки герцогу не давать. Холмс. Холмс. Больше я умею! Герцог не смет на богат. Хе-хе-хе-хе. Да-да-да, надо подготовиться и заштопать дырки. Холмс! Неужели вы так поизносили? Я лечь в дырках от пульпи шавишного моря арчи. Как я завтра появлюсь во дворце? В таком виде? Воскресенье! Холмс! Но воскресенье сегодня. Дворцам! Купите себе очки, другую голову и календарь. Вчера была в пятницу. Правильно. А сегодня воскресенье. Ночью Англия перешла на летнее время. И часы передвинули на сутки вперед. Доктор! Пацан, вы опять же испартили, вы круглый доктор. Я с вами никуда не пойду. Вы понятия не имеете об этикет. Вас же месяц нужна, Гетальчик. В какой руке держат нож, а? В правой. Правильно, Холмс. Не волнуйтесь, я все знаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Невежда, в правой руке держат бюштек. Значит, нож держат в левой. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Темнота. Ножей во дворце вообще нет. Их прячут. Чтоб никто не мог зарезать герцога. Ха-ха-ха. Ух ты! Как это? Очень просто. Вот так. Ха-ха-ха. 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 Вы знаете, как во дворцах едят рыбу? Знаю. Рыбу едят. Головой вперёд, иначе она застрянет. Если вы опозорились, вас точно четвертоют. Ну, и что я буду делать с четырьмя докторами, а? Теперь о напитках. Запомните, к красному вину идёт красный букал, к белому вину белый букал, а к зелёному огурцу зелёный вилк и зелёный нож. А пырочки нужно срезать и отдавать лакеям. Они из них делают новые огурцы. Не чавкайте за столом! Примизи! Во дворце не принято заглушать чавканье герцога Букингерска. И когда потом все пойдут на кухню за добавкой, не лезьте перед очереди! Пропустите хотя бы королеву. Чего это? Я ветеран индийской компании. Меня за Англию в Кайкутте слону кусил. Ух ты! Теперь вы ещё инвалид! Да, кстати, не забудьте одеть свои ордена! У меня нет ордена! Я вам помогу! Орденку первой степени! Как вам идёт? Джантельманы, а почему вы ещё в смокингах? Вы что, разве не знаете, что на приём к герцогу Букингенскому надо приходить во фраках или вечерних платьях? Не хотелось бы вас расстраивать, Бак, но этот бульгарный галстук восполнит! На приёме у герцога Букингенского Шерлок Холмс и доктор Батсон произвели фурор, как всегда. Доктор Батсон обожал разгадывать кроссворды. Для этого у него была специальная шапка. Эээ, послушайте, Холмс, а не знаете ли вы... Эээ, полвторого? Эээ, да нет, я не об этом! Не знаете ли вы, города в Китае из двадцати четырёх букв по вертикали? А, Китай. Я помню я там расследовал дело о пропаже Александрической библиотеки. В Китае? Это было безнадежное дело, его можно было расследовать хоть на Северном полюсе. На Северном полюсе это замечательно, тогда вы наверняка знаете полярное животное шести букв. Эээ, Амунсен. Так это же цветок, холст. Правильно? Амунсен. Тут одна буква была лишняя, но я нарисовал клеточку, правильно? Вы замечательно разгадываете кроссворды, тогда вы наверняка знаете часть суши, окруженную со всех сторон водой из шести букв. Дно. Правильно, холст. Правда, не хватало клеточек, я их зачерпнул, две лишние клеточки. Ну, а не знаете ли вы... И слушайте, Ватсон, что у вас за дурацкая привычка ругаться с утра? Это очень плохая привычка. Обычно за эту привычку вы получаете... В дыню! Холст. В семейство пасляно. Пу-У-У! 256-166-16. Азнаю, кто это звонит. Кто? Это звонит чудовище из восьми букв. Ужасный. Страшный. Некрасивый. Шестокий. Коварный. Неинтеллектный. Неужели выстрелы? Пу-пу-пу. Вариарки. Алло, я выхожу. Приготовьте мое колющее оружие из пяти букв. Вилку. Саблю. Шпабу. Пойдите. Вам плохо, миссис Гатсон? Убийца. Вон до чего доводят ваши кроссворды, Ватсон. Это был никакой не Мариарки. Это была женщина из двенадцати букв. По вертикали. Нет. В тот день шапка для разгадывания кроссвордов пришла в полную негодность. Ватсон вынужден был сменить ход. Когда наступала весна, у Шерлока Холмса случались жестокие приступы, лирики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я, между прочим, прекрасно себя чувствую Вы? Да вы же еле стоите на ногах, Ватсон У вас же падучая неведомость Ватсон, смотрите, какие пятна по всему жилету У вас же леса Не надо меня лишать, Холмф, не надо Вы лучше на себя посмотрите Вы же целый день чешите свою скрипку Ну и что? У вас чешотка, Холмф, у вас чешотка Нет, а если не за тобой, мы доктор Да, 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 да Вы посидите у него часика два И у вас все как рукой с ними Ватсон! Идите в баню! Ха-ха, это прекрасная идея, Ватсон Ведь последний раз мы мылись в Индии 10 лет назад В реке Миссисипи и без мыла А в Индии нет в Миссисипи Значит, вы совсем не мылись Немедленно в баню И я оплачу все расходы Потом Не может быть! Заодно и проверите Немедленно в баню Возьмете с тобой денег с тобой И шайку, шайку не забудьте Хорошо, что вы мне напомнили, Холмф В Лондоне появилась опасная шайка Он уже 10 раз звонили Слышали? Уже 11 Я никуда не пойду У меня выходной А вы, как вы можете сидеть без дела Когда в северном Лондоне Этдельные свинки Все люди ходят и хрюкают У меня тоже выходной Я совсем забыл Мне нельзя работать по субботу Я Буддист А сегодня же вторник А у нас у буддистов По вторникам всегда суббота Так что я радую уйти Но вера не позволяет Так что вы идите, идите А я помолюсь за вас В одиночестве Чтоб вы подольше не возрастяли Батсон Я могу с вами поговорить Как мужчина С доктором Если я уйду То не сможете Меня же не будет Вы же ничтожны Некрасивы Никому не нужны Костоправ Я не хотел вас расстраивать Но вы меня предудили Поймите, наконец Вы здесь лишний Ко мне должна прийти Дама Какой вы Шалун Вы знаете, я тоже Не хотел вас расстраивать Но теперь я вам скажу Вы ужасно унылый Костлявый И необразованный Сыщ Ко мне тоже Должна прийти Дама Так что Уйдите Уйдите, пожалуйста Батсон Но я требую удовлетворения От кого От нее От вас А как это? Очень просто Мы будем драться До самой смерти Вашей Выбирайте оружие Я себе выбрал Вам остается Вот это Ощущение языка Холд Как хотите Не можете сами Вызовите адвоката Это ваше право Вам не больно? Что вы, хвост? Ничего-ничего Это сердце еще целых Два сантиметра Ух ты Ой Так у вас же Увидите на печи Что вы говорите? Надо пойти провериться А-а-а Я бы, наверное, к вам дам О, это она А я же не побрился Какой позор Лучше себе А я не почистил зубы Что мне делать, друг мой? Джентльмены А не могли бы вы пойти погулять Часок-другой? Ко мне пришел кавалер Как всякий истинный английский джентльмен Доктор Ватсон Необычайно бережно Хранил свои корни Свои традиции И свой картуз Эй, битмендушка Ух ты Чар бы побрал Всех моих родственников Холмс Ну чем же вам не угодили Ваши родственники? А зачем вам это Насаждение? Холмс А вы что, хотите стать Зеленым вегетарианцем? Нет Я хочу быть лордом Я пытаюсь Пройти в парламент Холмс Ну вы пока и в дверь С трудом проходите Подождите Подождите Я вам помогу Сейчас Холмс Сучок мешает Станивый, сучок Что вы это делали? Вы хоть знаете Что это за дерево? По-моему Это дубень Ботлатый Коряволистный Царый, синий, мордатый Докторовидный Это же мое Генеалогическое Древко А вы его Мутузите Будто это Кастус на выдании И словали мне Тетушку Полли Абермот Лучше помогите мне Бедная Кертушка Мэри Я помню Как сейчас Как она сидит У камина И вяжет Лыка А это Санцар Поделите Вы Тетка Убийца Да не расстраивайтесь Вы так Хотите яблочко Отличное По-бимаше Зашуньте его себе В яблочницу Вам наверное Завидно Что у меня Такое Разладистое Гинекологическое Дерево А не то Что у вас Жалкий Кустик Чернополоха Как вам могло Прийти в голову Так вот По-бандости Раз Опять Баттон Это все Из-за вас А это не страшно Это Брат Мой Майк Не жалит Все время Отбирал У меня Грудь А я Давно Заметил Что у вас Отборная Грудь Но я Не злопамятный Дядюшка Женщик Ну на кого Ты нас Подкинул Ай Паттон Жоль подери Вы оберили мне Что вендетту Ну на кой Черт Вы взромите Всех моих Родственников Вы что Казаностро Или козел Настрадав Простите Молдите А то опять Что-то поломаете А мне пока Нужно Откорректировать Свою Родословную А вы что Хотите дойти Китайца Зачем Ну мало ли Вдруг вы захотите Эмигрировать В Китай И вам понадобится Дед Хун Вильбин Мне вас будет Очень не хватать Хом Мать Кончат Подели Вы что Ничего не поняли Я хочу бороться С преступностью В государственном масштабе Поэтому мне Срочно Нужно Попасть В парламент Ну да Конечно Там же можно Принимать Всякие законы Ну например О запрете Преступности Ай Ват Не спешите меня Какие законы Вы поймите В парламенте Проще работать Там Преступники Всегда под рукой Ну и есть Одна Закавыка Чтобы Образить В английский Парламент Нужно быть Дворянином Седьмом колен Ну так давайте Я вам присью И седьмое колено Не может Но я поступлю По-другому Какой у нас В Англии Государственный строй Монархия Бардак Макс Поэтому Кто заметит Если я Присываю К своему Генеалогическому Теремцу Парочку Породистых Мятос И каких-нибудь Саров Там Мэров Или жаров Сейчас Подотыкаю Всяких Графьем Ха-ха Готово Ватсон Теперь Пославление Со мной Бринцельский Путь Ворняшка Я наверняка Стану Лордом Кацманом Британия В опасности Мы должны Сделать Все возможное Чтобы я Попал В парламент Все Уже Давно Воруют А мы С вами Сидим И Малишкой Щелкаем Сейчас Пойдем Принесем Воды Удобрений Огородное Пугало Одну штуку И привезем Байш-скаутов А зачем? Для почетного Караула У Саксаула Какое дерево Подумал Шерлок Холмс Сделаю Из него Куклу И пойду С ней По дворам Ее королевского Величества Собирать Голоса Продолжение следует... Шерлок Ну это Ну это Ваш Календарь Холмс Да? Как быстро летит время Ватсон Не успеешь оглянуться О! Праздник на носу День благодарения Ай! Ватсон Сегодня же день благодарения Ух ты! А что это за праздник? Холмс Это элементарно Ватсон Мы должны друг друга Благодарить Благодарю вас Центки верим Ватсон Благодарю вас Благодарю Нет Я вас благодарю Нет Я вас первый благодарю Я первым Спел Благодарю Я первым Тихо! Вы разбудите Миссис Хадсон Тихо! Ай! Миссис Хадсон Вчера была На приеме У профессора Мариарти И профессор Принял ее За меня И весь вечер Он Под музыку Штрауса Квитал ее Раскаленной Кетчергой Вот так Нет Не так Холмс А вот так Нет Так Я лучше знаю Потому что я доктор Вот так Нет Вот так Тихо! Вы разбудите Миссис Хадсон У меня Есть План Принять Мы устроим Миссис Хадсон Конфу Сюрприз Встаньте Со своей латынью Главное Что мы Бедную женщину Которая Всю жизнь Она заботилась Мы ее Поблагодарим В день Благодарения Прошу вас Благодарю вас Только после вас Благодарю вас Миссис Хадсон Ух Шикар Точно Такая же Шишечка Значит Перепытками Мариарти оглушил ее Кимпичом Вот так Нет Холмс Он ее оглушил Бутылкой Вот так Нет Кимпичом Вот так Нет Бутылкой Тихо Мы ее разбудим Хадсон Что? У меня есть Идейка Вы знаете Мы зажарим Миссис Хадсон Идюшку Это удивительно Холмс Только Где мы ее возьмем? Батсон Это элементарно Мне найти В Лондоне Индейку Все равно Что два Биг Бена Отбежать Стой не с места Стрелять буду Получилось Ватсон Ну как вам Наш Экземпляр А? Ватсон Можно говорить? Это просто Удивительно Холмс Это просто Индейкус Вонючий Краснокопус Как вам не стыдно Вы ругаетесь Как извозчик Лучше бы латынь Вы учили Что вы стоите Давай Крещу 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 Давай Тихо Чтоб не услышала Миссис Хадсон А где же Наша Индейка А Ее сожрала Утроба Вашего Докторского Организма Я понял В Америке Индейки Называется Женское лицо Индейской Национальности Холмс Холмс Посмотрите Это же Бриллиантовые Сережки Миссис Хадс А я давно Догадался Что мы Есть слишком Много платья Гениальному Сыщику И его Верному Доктору Так понравилось Отдыхать Что они Решили Не дожидаясь Следующего Праздника Завтра же Поздравить Инспектора Лестрейда Под острым Соусом АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А-а-а! 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 Стоять! На плечо! Стоять! На плечо! Стоять! На плечо! Стоять! Шагом! Шарп, поделиманка! Что вы со мной делали? Ну, это я решил вам помочь, мистер Хофф! Лучше бы вы помогли Родине! Она, между прочим, в опасности! Родина? А что здесь случилось, Хофф? Вы что, в дёршере закрыты все нефтяные приски! Буры объявили нам войну! Пацаны, представляете, они ломаются! Они хотят отделиться от буровых и жить в собственном государстве! Чарп, подели! Они, видите, ходят в независимости! Харта-с-два! Атсон! Британия этого не допустит! Чтоб какие-то железяки морали нам в престиж! Да, Холмс! Морали в Британии быть не должно! А что предпринял парламент? Парламент повёл себя как мужчина! Что? Напился? Нет! Парламент объявил войну бурам! Тотальная мобилизация! Ух, Батсон! А где ваш походный саквояж? А ну-ка, подъём! Или вы не патриот? Нет у меня фаренгит! И потом я не военно обязанный, Холмс! Я, между прочим, своё отмотал уже в Индии! Вон, видите, стоит мой большой дембельский слон! И поэтому со всей вашей войной пусть королева поцелует меня! Что? В смысле я всегда мечтал, чтобы королева меня поцеловала? Батсон, вы что? Лондон окружён! Чем, Холмс? Полями! Ой, вы слышите, как стонут ранены! Где, Холмс? Молчать! Все болезни во время войны отменяются! Так что собирайтесь! В это тяжёлое время каждый гражданин Британии... А я забыл! Я не гражданин Британии! Я... Бура! А, вот Турция заключила с нами военный союз! О! Мы ей буров, она нам рахат луком! Так что поднимайтесь, как вам не стыдно, Ватсон! Даже штатский шейклэстрек записался с физистой! Звук Алло, барышня! Алло! Ага-га-га-га-га-га-га-га! Ах-ха-ха-ха-га! Вот видите, работают... ... а вы, Ватсон, прохлаждайтесь! Холмс! А давайте я буду тружеником тыла! Я буду вязать нашим ребятам... ... ваши ...тёплые шерстяные портреты! Ну ладно, растяпа, старайтесь! Да, жаль. Я хотел вам дать заработок 800 фунтов. Сколько, сколько? 800. 800. Потому что за меньше ни один альбионец не оторвет. Враг от камина. Ух ты! 800 фунтов! Это что, Ватсон? А если вы погибнете... ...то вы получаете страховку. 2000 фунтов! Холмс, я согласен. Действительно, Родина же в опасности. А я тут прохлаждаюсь. Да здравствует весь мистерский аббат. Авангард всего прогрессивного аббатства. Да? Ватсон, мы посвящаем вас в рыцаре ордена летучего голландца. Парашют пока не изобрели, поэтому вот вам зонтик. У вас сегодня первый тренировочный полет. Прошу к окну. Ватсон, что вы как ребенок? Мистер Лестред. Давайте поможем доктору Ватсону войти в историю через окно. Ватсон, что вы наделали? О, хотя нет. Алло, страховая команда? Немекина, застрахуйте мистера Лестреда на 2000 фунтов. А что? А что сделать со страховкой Ватсона? О, аннулируйте. А, нет, нет, секундочку. Удвойте в крое! Вы знаете, Ватсон, я практически неуязвим. Как неуязвим? Практически. И давно это с вами случилось, Холд? Что? Ну, это, это, я-то думаю, откуда у вас это? Ватсон, потому что я изнуряю себя тренировками. А вас может зарезать любой ребенок. А зачем ребенка у меня резать, Холд? Потому что ребенок хулиган. Вы что, не знаете, какие в Англии дети? Но со мной этот номер у них не пройдет, нет. Я владею приемами борицу. А я Холд? А вы не владеете, потому что на двоих приемов не хватит. Вам ясно? Мне-то ясно, Холд? Ну, ребенок же об этом не знает. Эх ты, Ватсон! Ну, он не должен знать, поймите. Весь секрет борьбы борится у меня о жизненности, понимаете? Я вам сейчас продемонстрирую. А он смысл. Сейчас, смотрите внимательно. Ватсон, вы сейчас попытаетесь меня неожиданно ударить? Ватсон! Что? А вы зачем меня ударили без команды? Ну, как же, Холд? Вы же сами сказали, что весь секрет... Эх, неожиданность! Это мой секрет! Вы не смеете, не смеете воровать мой секрет! Ватсон, у вас есть топор? Холд, ну я же доктор! Топор у меня всегда с собой. Хе, чтобы вы поняли всю силу борицу, вы должны ударить меня топором по голове. Ммм? Холд, ну я же могу вас убить! Да? О, я как-то не подумал об этом. Ах, хе-хе, топор это ерунда! Дай сюда! Эй! В отличие от некоторых, я могу чувствовать смертельную опасность спиной. Да! О, у вас есть кирпич? Холд, я же доктор! Конечно, у меня есть кирпич! Прекрасно! Вы сейчас подкрадете сзади и неожиданно ударите меня кирпичом! Ух ты, как интересно! А по голове или в грудь? Ватсон, по-вашему что, сзади есть грудь? Холд, ну я же доктор! Ну откуда вы же я знаете? Так, внимание, попробуй! Я стою здесь! Да! Вы стоите здесь! Да, так, ну же кирпич! Так, внимание, приготовь! Вот здесь размер! Так, внимание! Вы, значит, подкрадываетесь ко мне! А я вас не вижу! И вы, значит, подошли! И только по моей команде, как только я скажу! Ватсон, по моей команде! Вы неожиданно бьете меня кирпичом по голове! Понял? Понял! Так, начнем! Вы готовы? Готов! Ну где вы, Ватсон? Я здесь, Холд! Ватсон, вы, идиот! Я просил вас ударить меня сзади! Так я же и ударил вас сзади! Но когда я вас просил, это было спереди! Но ведь когда я ударил, это было уже сзади! Холд, разве что-то не так? Так давайте я еще раз повторю! Эй, не надо! В борьбе борицу нельзя ничего повторять! Нужно все время импровизировать! И вы? Нет, Холд! Мне это легко! У меня мгновенная реакция! Она, даже не поверите, спасает меня от пули! О, кстати, у вас есть пистолет? Нет, Холд! Хе-хе-хе! А еще доктор! Хе-хе! Держите! А теперь... Стреляйте у меня! Ну так он же не заряжен! Правильно! Это хитрость, Ватсон! А хитрость это самый первый прием борицу! Тебе вы убедились, что я совершенно не уязвим! Но с другой стороны, в руках мастера борицу, любой предмет может быть мертельно опасным! Да, я могу убить чем угодно, даже простой тарелкой! Получилось! С тех пор, Джерлок Холмс перестал делиться своими производственными секретами! Холмс! Холмс! Да, Ватсон? Вы случайно не знаете, что это за душераздирающие крики доносится вот уже несколько дней с кембридской трясиной? Так кричит собака Баскеревилей, когда Бэймор кормит ее овсянкой! Промозглыми лондонскими вечерами Шерлок Холмс и доктор Ватсон любили посидеть у камина, где им было тепло, уютно и совсем не страшно бояться профессора Мориарти. Ватсон, вы знаете, мне приснился сон, как будто два мохнатых карлика играют лысыми ежиками в крокет на голубом льду. Этот сон меня беспокоит, что бы это значило? Я думаю, Холмс, что это говорит о вашей предстоящей встрече с профессором Мориарти. Холмс! Где вы, Холмс? Холмс! Меня не видно? Нет! А где вы? Это хорошо. А, Холмс! А, Холмс! Не прекратите эти жалкие попытки искугать меня этим упоминанием о несчастном, ничтожном профессоре! У вас это плохо получается! Мориарти. Мориарти. Холмс, это не он пришел! Кто? Профессор! Вы, вы знаете, Холмс! Я давно хотел признаться как своему лучшему другу! Подожди, Ватсон, и успокойтесь! Мы сейчас говорим о моем сне. Этот сон должен значить только одно! Что? Не знаю. Мне стало изменять импульс. Наверное, я заболел. Правильно! Этот сон значит, что я заболел! Вот видите, интуиция никогда меня не подводила в ад. Но вы же прекрасно выглядите, Холмс! Внешность всегда обманчива. Вы тоже выглядите порядочным человеком, однако это ничего не значит. Ну как же, Холмс, я очень порядочный, поэтому я постоянно пытаюсь вас предупредить. Не надо меня предупреждать! Я сижу с вами, разговоры разговариваю, а меня в четверть ждет Майяртик! В четверть чего? В четверть... Я не знаю, он что-то так говорил. Ну ничего, подождем! Ничего с ним не случится! Ну, ну, неудобно, Холмс! Неудобно! Он ведь наверняка хочет вас убить! Кто? Марионт! Ай, я пошел в аптеку! Холмс, вы куда, Холмс? Я же хочу вас предупредить! Не надо меня предупреждать! Лучше давайте мы вместе с вами разработаем план, как поймать этого Мариартика! Ай! Пацан! Гениальная идея! Есть идея! Спасибо! Очень просто! Я переодеваюсь в вас, а вы переодеваетесь вверх! Вы идете на встречу с Мариартом, он подкрадывается сзади! Бак! И убивает вместо меня вас! Как мы будем спеяться на ваших похоронах! И мы посадим его в лужу! Кого? Э, Бариарти! Ну, я все-таки должен вас предупредить! Джентльмены, вас ожидает какой-то профессор! Что? Я не могу идти на встречу! Вы пойдете вместе с меня, и мне плохо! Я, наверное, не то снял! Холмс, я тоже не могу, но еще хуже! Вы, наверное, меня заразили от обедения! Ерунда! Ну, наверное, двух! Это нервное! Ай! Что ты наделал? Как он ухи стверяет! Стой! В порядке! Вы готовы идти на встречу? Нет! Нет, Холмс, я не могу! Меня всего трещет! У меня зуб на зуб не попадает! Нет! Один был лишний! Так, мы переоденемся! Итак, Матсон, сидите в моем кресле, курите мою трубку, звоните по моему телефону! Когда он придет вас убивать, кричите на помощь моим голосом! А я приду к вам на помощь! Если я задержался, значит, я зашел купить сигары! Понятно? И сейчас мы его обманем! Холмс, но я должен предупредить вас, как истинный друг! Класс! Класс! Вы знаете, удивительно! Это оказалось бы не профессор Вариарти, и не даже бахнатые харлики и лысые ежики! Это был профессор Фрейд! Это гениально, Холмс! Именно профессор Фрейд, любовник моей жены! Он давно собирался меня убить! И я вас с утра собирался об этом предупредить, но вы догадались сами, Холмс! Это гениально! Вот таким образом знаменитый сыщик Шерлок Холмс и приобщился к психоанализу. Вы знаете вас? Этот бессовестный профессор Мариарти Уже несколько лет пытается меня убить Каждый день В центре Лондона в поте лица трудился самый проницательный и наблюдательный сыщик всех времен и народов Холмс! Да, Варша? Холмс, Кулин, Холмс! Вы знаете, Холмс, послушайте меня внимательно! Да я вас слушаю! Только что со мной произошла совершенно удивительная история Да? А что случилось? Как, Холмс, и вы не догадываетесь? Нет, совершенно не догадываюсь. А что случилось? И что же, вы ничего во мне необычного не замечаете? А, у вас нет носового платка, вы его забыли Откуда вы знаете, Холмс? А я у вас его украл, у меня лежит на камине Да, я всегда знал, что вы гений, Холмс, это совершенно удивительно Ну, посмотрите, неужели вы не видите во мне ничего удивительного? Ну, что здесь необычного? Неужели вот это нужно поднимать столько шуму из-за оторванной пуговицы? Я вам удивляюсь Ну, вы знаете, завтра же с вами может произойти совершенно аналогичная история Ну, а дам мисс Хадсон, пусть она пришьет Если знаете ли до этого, в Мариарте не пришьет вас Да, да, да Это странно сегодня Ну, посмотрите же, Холмс, на меня же покушались Вы посмотрите, что они со мной сделали, Холмс А, вот оно что! Вот именно, именно, разве незаметно большая дыра в моем цилиндре? Но на вас же нет цилиндра Ну, конечно, нет, правильно, потому что его унесло ветром И я же держал его в левой руке Пуля, между прочим, просла в сантиметре от моего сердца А, вот оно что! Все, Холмс, все! Игра окончена! Да? Вы проиграли, Холмс! Хе-хе-хе-хе Сессия упадет И начну истекать кровь Это я вам, как доктор, говорю, Холмс Отостите за меня! Холмс! Только жестоко-прежестоко отстите, хорошо? А потом расскажете Хе-хе-хе Вот оно что! История пропады шести столовых ножей Из постели бундербургского посланника Начинает проясняться Хе-хе-хе Молодец, Ватсон! Хе-хе-хе У нас гадка где-то рядом Спинным мозгом чувствую Один нож найден А где же остальные пять? Вот так Ватсону удавалось помочь Холмсу В раскрытии преступлений Доктор Ватсон Обожал разгадывать кроссворды Для этого у него была специальная шапка Э-э-э Послушайте, Холмс А не знаете ли вы... Э-э-э, полвторого Да нет, я не об этом Не знаете ли вы городов Китая Из двадцати четырех букв по вертикали? А-а-а, Китай Я помню, я там расследовал дело О пропаже Александрической библиотеки В Китае? Это было безнадежное дело Его можно было расследовать хоть на Северном полюсе На Северном полюсе это замечательно Тогда вы наверняка знаете Полярное животное шести букв Э-э, Амунсен Так это же цветок, Холмс Правильно! А-а-а, Амунсен Тут, тут одна буква была лишняя Но я нарисовал клеточку, правильно? Вы замечательно разгадываете кроссворды Тогда вы наверняка знаете Э-э, часть суши Окруженную со всех сторон водой Из шести букв Дно Правильно, Холмс Правда, не хватало клеточек Я их зачеркнул Две лишние клеточки Но, ну, а они, знаете ли вы Случайно... И слушайте, Ватсон Что у вас за дурацкая привычка Ругаться с утра? Это очень плохая привычка Обычно За эту привычку вы получаете Дыню И четыре букв Семейство Пашляновых Я знаю, кто это звонит Кто? Это звонит чудовище Из восьми букв Ужасный Страшный Некрасивый Шестокий Коварный Неинтеллигентный Неужели быстро? Пу-пу-пу Вариарки! Холмс! Хе-хе! Я выхожу! Хе-хе-хе-хе Приготовьте мое колющее оружие Из пяти букв Вилку Саблю Шпабу Хе-хе-хе 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 Хе-хе Хе-хе Пойдите Я-хе-хе Вам плохо, миссис Гатсон? Убийца Убийца Вот до чего доводят ваши кроссворды, Ватсон Это был никакой не Мариарки Это была женщина из двенадцати букв По вертикали? Нет В тот день шапка для разгадывания кроссвордов Пришла в полную негодность Ватсон вынужден был сменить корни Мистер Холмс Профессор Мариарти прислал вам отравленный торт Миссис Гатсон Отдайте его бедным КОНЕЦ КОНЕЦ Какой-то он странный Не нравится он мне Такой может и зарезать Не нравится он мне Странный какой-то Зарезать его, что ли? Интересно Куда же он будет меня резать? В грудь или в горло? Как же его лучше зарезать? В грудь или в горло? Наверное, он меня зарежет В грудь Наверное, я зарежу его В горло А как бы это у него узнать? Есть ли у него ножичек? Или нет? А нет ли у вас ножичка карандашик подточить? А вот здесь у меня ножичек карандашик подточить Спасибо Пожалуйста Зачем я отдал этот ножичек? Зачем он мне отдал этот ножичек? Спасибо Пожалуйста Зачем же я вернул ему ножичек? Теперь он меня точно зарежет Хорошо, что он вернул мне ножичек Сейчас я его точно зарежу Ну ничего Ничего Сейчас будет туннель И я его остреньким карандашиком Прямо в глаз И я его острым ножичком Прямо в горло Опа Картасик подточить Картасик подточить Шерлоков Доктор Ватсон, давайте жить вместе у миссис Хадсон. АПЛОДИСМЕНТЫ Доктор Ватсон, представьте, что вы поехали отдыхать на природу И ночью проснувшись, обнаружили звездное небо. Что бы это значило? Я думаю, Холмс, что это говорит о том, что завтра будет хорошая погода. Правильно? Нет, Ватсон. Это значит, что у вас сперли палатку. АПЛОДИСМЕНТЫ Инспектор Лей Стрейд любил приходить к Холмсу в его отсутствие, для того, чтобы выведать тайну дедуктивного метода. Миссис Хадсон, как себя чувствует мистер Холмс? Мистер Холмс сегодня очень растерян. Сначала он постучал меня ложкой по голове, а потом поцеловал вареное яйцо в щечку. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Мариарти не скучал, пока Холмса нет дома. Добрейшая миссис Хатсон выставляла для него манекен. Добрейшая миссис Хатсон. У нас кончились собаки. Ну, как вам понравилась собака Баскервилли? Это удивительно, Холмс. Тогда возьмите еще кусочек. Баскервилли, у вас завтра день рождения. Да. Вы знаете, кого я пригласил на ваш день рождения? Профессора Мариарти. Страшного. Ужасного. Как красивого. Жестокого. Но у меня есть план. Баск. Вы же знаете, что он придет с отравленными колючками. Но у меня есть план. Я выбиваю противоядие. И вам нельзя, у вас язва. И мы составляем такой план. Мариарти не знает, что нас четверо. Нет, Лестер не в счет. Мы в своем. Я, миссис Хатсон и мы ждем Мариарти. В это время приходит Мариарти. А я беру яг. Протравлю вниз в печок. И начинаю музыцировать. В это время приходит Мариарти. Подходите, подходите, подходите. Вы Мариарти, подходите. Я музыцирую и попадаю ему в глаза. А вдруг он придет с пистолетом, Холмс? Вы совершенно не готовы, Холмс? Это же ваш день рождения. Если он придет с пистолетом... У меня есть второй план, Холмс. Нет, 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 нет. Мы с вами. Так, значит, нет, Лестер больной, желтой нельзя. Значит, миссис Хатсон, да. Вот она в красном. Она ей это очень идет. Потом я. И быть зеленым. Мы окружаем дом. Окружаем. Окружаем дом. Я в это время одеваю пули, не пробивая корсет. Вам нельзя, у вас часовка. И в это время появляются Мариарти. Страшный. Ужасный. Некрасивый. Чистокий. А я в это время встаю. Достаю свою саблю. И прячусь под обои. Обои буду заплеты. И в это время Мариарти наставляет, наставляйте, наставляйте. Пистолет, пистолет наставляет. А-а-а! Вдруг он придет с друзьями! Вы совершенно не готовы, Ватсон? Я с армари арти. А-а-а! Вы совершенно не готовы! Вы должны приготовиться! Быстро! Мы сейчас быстро приготовимся! Ватсон, вы совершенно не готовы! Но не волнуйтесь! Мы вас живым не отдадим, Ватсон! А-а-а! Что ты сделал, мерзавец? Где ты, страшный, ужасный, некрасивый, профессор Мари арти? Входи! Я жду тебя! Здравствуйте! С днем рождения, доктор Ватсон, я вам цветочки принес. Мы совершенно не готовы! Но у меня есть план! Но на самом деле, они жили еще долго и счастливо. И умерли в один день. Миссис Хадсон, что там за шум? Мистер Холмс, пришли собирать пожертвования на строительство нового бассейна. Ну, дайте им два. О-о-о! Три! О-о-о! Нет, четыре ведра воды! Ватсон! А? Хотите, я покажу вам карточный фокус? Нет! Хорошо, тогда выберите карту! Угадаю вас, не надо фокус! Э-э-э, Ватсон, вам понравится! Вы берете любую карту, и я ее отгадываю. Любую? Любую! Любой масти! Любой масти, да! Давайте! Сейчас я вам покажу. Давайте! Пожалуйста! Ватсон, дайте мне пикового-то завтра! Ватсон, вы! Я! Выбирайте! Так! Из колоды любую карту, понимаете? Из колоды! Из колоды! А, ну так-так вы и сказали, из колоды! Вот! Так-так! Берите любую карту! Так! Так! Любую! 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 И я вам ее назову! И-и-и-я! Любую! Любую, да! Пятерка червей! Вы так не думали, Холм! Да! 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 Гениально! Вы знаете, что я умею показывать карточные фокусы, а? Да! Вы говорили! Что я еще говорил? Что вы угадаете? Я вам могу назвать любую карту, любой масти, которую вы выберете из колоды. Ага. Из колоды. Но мне не должны показывать. Хорошо. Вы мне ее не показываете. Не показываю. Правильно. Договорились? Договорились. Мне не показывать. И... Не показывать. И вам не показывают? Да. Не показывают? Хорошо. Раз, два, три. Вы выбрали четверку пик. Да. Что? Ну, вы выбрали четверку пик. Ну, откуда я знаю? Я же не видел. Ну, вы что, ее не смотрели? Ну, вы же и не говорили. Вы опять все испортили, Ватсон. Матсон. Что? Вы знаете, что я умею показать любой фокус. Понимаете? Вы говорили, да. Правильно? Правильно. Выбираем. Любую. Любую. Любой мастер. Любой мастер. Но мне не показывать. Понятно? Да. Раз, вернитесь. Не показывать, да? Не показывать. Выбрали. Выбрал. Внимание. Раз, два, три. Четверка пик. Пятерка червей. Вы что, не положили в колоду? Вы мне не сказали колоду. Вы знаете, что я очень люблю показывать фокус? Я, я должен выбрать любую карту из колоды. И пойти, и пойти. Любую, любой мастер. И запомнить внимательно. И положить обратно. И вы ее угадаете. Четверка бум. Да. 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 Я знаю, в ком серверуевую карту, а запоминаю ее и кладу опять колоду. Правильно, Ватсон? Вот, и вы ее обязательно, обязательно угадаете. Конечно, Ватсон, это крестовый валет. Ой, ой, какой вы холдогадимый! Вы настоящий, настоящий дедиктиль! И от меня Ватсон никогда не спорил с Шерлоком.